Наконец-то! Свершилось! Не прошло и 100 лет. Отечественный автомобиль получил автоматическую трансмиссию. Причем не в качестве пробной партии, а вполне себе серийно. Речь идет о модели Гранта. В России об автоматических коробках задумались еще в конце 20-х годов прошлого столетия. Как водится, исследования велись на основе уже существующих зарубежных аналогов. И поначалу речь шла лишь об их адаптации к отечественным условиям. Передовиком на поприще производства гидротрансформаторов стал завод имени Сталина – нынешний ЗИЛ. Причем, вопреки бытующему мнению, автоматы отечественной разработки изначально предполагалось устанавливать только на автобусе на базе ЗИС-5. Однако, со временем про автобусы как-то забыли, а серийные гидротрансформаторы чудесным образом появились на представительских лимузинах высшего руководства страны. Подобная ситуация сложилась и на газе. В остальном, в советское время, большинство автоматов можно было встретить либо на так называемых членовозах, либо на городских автобусах или карьерных самосвалах. Автоваз – один из немногих отечественных производителей, который пытался оснастить автоматом машины малого класса. Например, в конце 90-х неоднократно афишировалось создание собственного бесступенчатого вариатора. Начало 2000-х было ознаменовано многочисленными адаптациями иностранных агрегатов для 10-го семейства. Причем, коробки использовались, как правило, бэушные, дабы снизить себестоимость. И вот, вроде как дело дошло и до цивилизованного решения. Коробка японская, фирмы Джабко. Это последнее поколение нашей четыреступенчатой автоматической коробки. Ее отличают два параметра – алгоритм переключения и топливная экономичность. Эта коробка также устанавливается на Nissan March для китайского рынка. У вас он известен как Nissan Micro. На сегодняшний день автоматические гранты уже можно встретить на конвейере автоваза. Но пока это лишь пробы пера, то есть режим отладки технологических процессов. Но уже в ближайшее время за ворота завода начнут выходить товарные автомобили. А те гранты, оснащенные автоматами, которые уже собраны, предназначены для обучения персонала как завода, так и дилеров. Тем более, что учиться есть чему. Установка автоматической трансмиссии повлекла за собой внесение конструктивных изменений в автомобиле. Гранта получила 33 новых детали. Например, у двигателя появился литой поддон картера, а вместо штампованного раньше изменился маслозаборник, поменялся поддон картера у самой коробки, изменился так называемый колокольчик, разумеется, для того, чтобы стыковать коробку с двигателем. Появились новые приводы колес, подушки и опоры силового агрегата. Плюс к этому, из-за того, что морда стала немножко тяжелее, пришлось поменять и передние пружины. Они стали немного жестче. В принципе, машина с автоматической коробкой Гранта стала тяжелее на 45 килограммов. Разумеется, эту коробку выбрали не случайно. Во-первых, не стоит забывать, что именно компания «Джапка» является поставщиком всех заводов концерна «Рено-Ниссан». Во-вторых, именно этот агрегат подошел конструктивно. Будь то другая коробка, изменений в автомобиле было бы намного больше. А это дополнительные расходы. Но есть и еще один фактор. Сразу была поставлена задача, что проект будет достаточно сжат. Он не будет растянут во времени. Практически сразу звучало, как целевая дата запуска автомобиля – это 2012 год. Поэтому фактически из всех тех предложений, которые у нас были, выбирали того производителя, который может обеспечить этот срок. Самым сложным при создании версии «Гранта» с автоматом оказалось согласование двигателя и коробки. В течение трех месяцев специалисты «АвтоВАЗа», компании «Джапка» и компании «АВЛ» занимались калибровкой сначала двигателя, потом коробки. Сначала по раздельности, потом вместе, потом, в принципе, на автомобиле. Таким образом, они учили «Гранту» с автоматом ездить, причем делать это нормально. По большому счету, я могу сказать, что у них это получилось. Сам двигатель тот же самый, объемом 1,6 литра, 16-клапанный. Технические характеристики его не изменились, мощность, крутящий момент остались теми же самыми, но по ощущениям мотор стал работать мягче и стал более эластичным. Так или иначе, создание автомобиля с автоматом для «Волжского завода» – дело новое и неизведанное. Поэтому инженеры решили не испытывать судьбу и в ходе адаптации новой коробки обратились к более опытным специалистам из австрийской компании «АВЛ». Вот он, современный и грамотный подход к инжинирингу. Снаружи «Гранта» с автоматом ничем не отличается. Нету даже специально обученного шильдика. А вот в салоне кое-какие новшества все-таки появились. В первую очередь, это, конечно же, селектор автоматической коробки. Весьма непривычное ощущение видеть подобное устройство в отечественном автомобиле. Во-вторых, если уже присмотреться, то можно заметить вторую подушку безопасности для пассажира. Дело в том, что комплектация «Гранта» с автоматом подразумевает более богатую комплектацию, чем обычную. Здесь есть подушка безопасности для водителя, то есть в общей сложности две подушки. Есть кондиционер, вот она кнопка. И плюс к этому автомобили с автоматической коробкой имеют другой дисплей бортового компьютера, на котором имеется индикация выбранного режима трансмиссии. Вот, в общем-то, и все. Лада «Гранта» с автоматической коробкой передач. Двигатель тот же, бензиновый, с прыском топлива. Максимальная мощность – 98 лошадиных сил при 5600 оборотах. Максимальный крутящий момент – 145 ньютонов на метр при 3800 оборотах. Расход топлива в городе составляет 9,5 литров на сотню. Расход топлива на трассе – 6,2 литра. Средний расход топлива на 100 километров составляет 7,8 литра. Максимальная скорость – 164 километра в час. Первое, что замечаешь, находясь за рулем «Гранта» с автоматом, – это шумоизоляция, как это ни странно. Пропали трансмиссионные шумы, свойственные для коробок этого семейства. Поэтому можно сказать, что «Гранта» едет практически как иномарка по шумоизоляции. Что касается двигателя, здесь установлен мотор объемом 1,6 литра, и этот выбор не случайен. Дело в том, что этот агрегат, в отличие от мотора 1,4, имеет более широкий диапазон рабочих оборотов, и он более эластичен. А это, как известно, немаловажно именно для автоматической коробки передач. Не зря инженеры «АвтоВАЗа», когда собрали первый автомобиль со стандартными настройками этой коробки, сразу отказались от этого решения и сказали, что необходимо настраивать конкретно под этот автомобиль. Разумеется, и с механической коробкой передачи этот мотор ехал неважно, поэтому при установке автоматической коробки рассчитывать на более-менее приличную динамику не приходилось. Недаром инженеры мучились и очень долго спорили между собой то, как должна ехать эта машина, но так или иначе, их труды не пропали даром. Гранта действительно неплохо едет, по крайней мере, с точки зрения динамики. Во всяком случае, для города и даже, в принципе, для трассы двигателя вместе с коробкой хватает практически во всех режимах. Я даже был несколько удивлен, особенно если учесть, что этот мотор настроен под экологические нормы Евро-4. Поскольку коробка далеко не новая и, конечно, не самая дорогая, разумеется, здесь ручного режима переключения передач нет, да в принципе он особо и не нужен. Во-первых, Гранта – это не тот автомобиль, на котором либо будет ездить тот человек, либо, в принципе, придется ездить с ручным режимом. Ну, а для тех, кому все-таки хочется каким-то образом поучаствовать в управлении трансмиссией, есть уже многими хорошо забытая кнопочка Overdrive, то есть это запрет включения высшей передачи. Ну, а для эксплуатации в зимних условиях, например, либо на бездорожье, есть принудительное включение первой-второй передач. Самый главный плюс этой коробки, которая устанавливается на Гранте, это то, что этот агрегат уже, во-первых, как я говорил, не новый, во-вторых, он уже проверенный временем и, в принципе, довольно-таки надежный. Остается надеяться на то, что и сама машина по качеству сборки все-таки будет улучшаться и не получится так, что коробка будет жить дольше, чем сам автомобиль. Не стоит забывать о том, что, к сожалению, до настоящего времени главным козырем всех ВАЗов всегда являлись не ездовые характеристики, а цена. Гранта с японским автоматом априори не могла получиться очень дешевой, но ценник все-таки смогли удержать в пределах психологической отметки 400 тысяч рублей. Цена автомобиля Гранта с автоматической коробкой передач в комплектации Норма Плюс составляет от 373 тысяч рублей и, в первую очередь, предназначена для сегмента покупателей с не очень высоким достатком. Этот автомобиль подойдет как первая покупка, как возможность научиться ездить, потому что он оснащен не только автоматической коробкой передач, но и дополнительными опциями, такими как система АБС, вторая подушка безопасности, кондиционер и силовой агрегат увеличенной мощности 98 лошадиных сил, знакомый нам по автомобилю Lada Priora и колейно-люксовых комплектациях. Так и есть, Гранте удалось стать самым доступным автомобилем с автоматом в своем классе на нашем рынке. Во всяком случае, на момент старта продаж. Ближайший конкурент Гранте – ЗАЗ шанс с автоматом, но уже дороже на 20 тысяч рублей, при том, что у него нет ни АБС, ни пассажирской подушки безопасности. Дальше больше. Цены на автоматический Рено Сандеро стартуют с отметки 456 тысяч рублей. Кстати, Рено в базовой комплектации тоже не имеет пассажирского аирбэга. Но вот ведь в чем вопрос. С одной стороны, все хорошо. Гранта – самый дешевый автомобиль с автоматом на рынке. С другой – кто ее будет покупать? По идее, эта машина рассчитана на жителей крупных мегаполисов. Однако, статистика утверждает, что их жители предпочитают зарубежный автопром. Мощность у иномаров, во-первых, больше всегда. И движки лучше, и сама ходовая лучше. Наши еще пока не дошли до этого. Факты не обманешь. Если посмотреть на статистику регионов, то там мало кто согласится на автомат. Уж слишком диковинный для них этот агрегат. Да и необходимости большой в нем нет. Нет. Я автомат, не знаю, не ездил на нем, но больше предпочитаю ручную. Ну, я не знаю. В основном, наверное, девушки будут брать, а так думаю. Мне кажется, что девушки. Девушкам как-то все-таки ненужная вещь вот эта вот тыкать. И не знаю. Мне кажется, автомат для них. Дамы? Возможно. Если, конечно, их не смутит бренд Лада. Не гламурненько как-то. Лада с автоматом. Замечательно, по-моему, она найдет всегда своего покупателя. Люди ждут автомат-коробку. Ну, скажем так, я бы рассмотрела такой вариант. В принципе, широкий круг покупателей. Те же, допустим, работники база. Обычные люди. Вообще, гранты, я слышала, большие вопросы пользуются. Конечно, благодаря большим скидкам сотрудники автоваза по-прежнему остаются весьма лояльными к своей продукции. Но, видимо, не настолько. Да и сколько штук в год таких машин сможет покрыть спрос рабочих заводов? 375 тысяч. Да, это много. Наш машин, наверное, должен стоить 150 тысяч. Когда будет брать? 375, это много. Много. Куда они все оклады понаделывали, самые такие цены вручки. Вот и получается странная ситуация. Есть дешевый автомобиль, неплохо укомплектованный и отвечающий всем необходимым требованиям современного потребителя. Да вот похоже, что не особо он кому-то и нужен. Хотя, хочется верить, что я ошибаюсь. Узнаем ближе к концу года, когда распродадут первые 10 тысяч автоматических грант. Редактор субтитров А.Семкин